всем привет и добро пожаловать в новый понедельничный выпуск news блока крипто на канале крипто комманс как и всегда мы прочитали и просмотрели массу материала для того чтобы подготовить для вас самое интересное и важное а чтобы вам было еще вкуснее переваривать эту новостную порцию мы заправляем ее нашей фирменной приправой в виде разборов и комментариев к каждой новости она десерт будет макроэкономическая аналитика от нашего старого и очень хорошего знакомого которого в наших выпусках уже не было очень давно и так дорогой зритель сегодня в выпуске евросоюз смягчает набор крипто регулирующих законов мика как в инкубаторе биткоин киты растут невиданными темпами после халвинга биткоин более редкий чем золото с ценой в полмиллиона долларов и завершит наш выпуск макро он чейн анализ вместе с бенджамином коэном оставайтесь с нами евросоюз подготовила проект документа об исключениях из правил мика в прошлом году европейский союз единогласно проголосовал за законопроект о рынках крипто активов или мика который большинство считает первым всеобъемлющим законодательным актом касающимся криптоиндустрии в целом и хотя мика был опубликован еще в июне 2023 года уже было проведено две консультации по законопроекту еще одна должна состояться в апреле этого года прежде чем первая часть закона вступит в силу в июне 2024 года ожидается что остальные положения вступят в силу в декабре 2024 предлагаемые исключения предоставят европейским клиентам больше свободы одновременно защищая тех кто технически менее подкован а теперь дорогой зритель если ты стоишь то лучше присядь если ранее власти евросоюза намеревались запретить компаниям не входящим в ес предлагать криптоактивы и услуги гражданам ес то новое положение позволит им сделать это если произойдет обратный запрос то есть когда гражданин ес явно запросит любую из этих услуг у компании провайдера крипто если ты ничего не понял не волнуйся сейчас все объясню фундаментальное изменение в данном законопроекте заключается в том что если раньше государства запрещали и ограничивали то теперь евросоюз открывает и разрешает он буквально говорит что теперь европейцы могут работать не только с компаниями предоставляющими услуги крипто и зарегистрированными в евросоюзе но и вообще с любыми естественно будет много нюансов но озвученный в данном законопроекте подход буквально разворачивает на 180 градусов все что мы с вами видели до этого давайте для примера возьмем финанс помните финанс международный и финанс юэс специально для граждан сша но более того граждане сша все равно получали доступ глобальному финансу за что власти сша глобальный финанс вдоль и поперек и зарегулировали так вот похоже что власть евросоюза сделали новое изобретение что на мой взгляд является невероятно потрясающим для буквально всех участников крипто рынка юрлицу не придется открывать офис в евросоюзе для обслуживания жителей евросоюза а значит сократятся и затраты жителю евросоюза не придется искать компании которые зарегистрированы только в евросоюзе и работать с ними он сможет совершенно легально а это усилит конкуренцию на рынке что как мы знаем для конечного пользователя только на руку и если с данным законопроектом европейцы зададут моду на крипто регулирование то остается надеяться что на их примере и остальные страны за ними начнут тянуться иначе как мы с вами знаем рынок это сделает за них и в этом плане нативные и неотъемлемые особенности крипто такие как свободы трансграничных перемещений только этому помогут и суммируя все вышесказанное вывод напрашивается только один это потрясающе позитивная новость для мира крипто движемся дальше bitcoin ход леры растут количество кошельков китов достигла самого высокого показателя за 15 месяцев по данным ончейн аналитической платформа sentiment количество bitcoin адресов содержащих от 1 тысячи до 10 тысяч биткоинов за 6 дней увеличились еще на 47 кошельков что представляет собой рост на два с половиной процента таким образом 1 февраля количество адресов такого уровня достигла 1958 что является самым высоким показателем с ноября 2022 года но данный sentiment также показали снижение количества адресов кошельков предыдущего уровня то есть те на которых находится от 100 до 1 тысячи биткоинов количество кошельков в этом диапазоне сократилось на 154 адреса за тот же период что представляет собой снижение на одну целую одну десятую процента за всей этой скучной математикой важно понимать следующее суммарное количество биткоинов на данных видах кошельков за указанный период выросла а общая картина ходлинга выглядит уверенно хорошо более подробно мы эту ситуацию рассмотрим в конце нашего выпуска вместе с бенджамином куэном и конечно же сделаем самые важные выводы которые вам помогут сориентироваться в мире крипто если ты это ценишь дорогой зритель а контент тебе заходят то ты знаешь что нужно сделать после халвинга bitcoin будет реже чем золото а прогноз по цене полмиллиона bitcoin теханалитик и создатель модели стоп-то флоу план b заявил что после халвинга цитата bitcoin будет дефицитнее чем золото и недвижимость однако он добавил что не удивится если рыночная капитализация биткоина составляющая менее одного триллиона долларов останется ниже рыночной капитализации золота составляющей менее 10 триллионов долларов по простым математическим расчетам и предположениям это означает что цена биткоина превысит полмиллиона долларов если разделить рыночную капитализацию в 10 триллионов долларов на 20 миллионов монет однако эффект от халвинга обычно возникает через год после самого события поэтому если история зарифмуется после апреля масштабный скачок цены вряд ли произойдет кроме того для десятикратного увеличения рыночной капитализации биткоина потребуется массовый приток свежего капитала которого на данный момент похоже нет учитывая нынешнюю ситуацию но дорогой зритель здесь есть очень важный нюанс мы всегда считаем что биткоинов 21 миллион но увы это не так безвозвратно утеряно огромное количество монет поэтому реальное количество доступных монет включающих стоимость и потерянных монет на самом деле стоят дороже естественно рынке это уже включаются научите на дело здесь в другом даже если не учитывать потерянные биткоины которые лишь увеличивают дефицитность оставшихся биткоинов мы с тобой дорогой зритель прекрасно знаем что биткоинов уже добыто более 93 процентов и если эту цифру сравнить с мировыми запасами уже добытого и еще не добытого золота хоть данные из разных источников и сильно варьируются то грубо можно сказать что золото добыто примерно две трети из всего существующего в земном шаре так что редкость биткоина на самом деле уже обошла золото просто у золота было предостаточно времени чтобы стать популярным и востребованным а у биткоина это время еще впереди конечно я могу ошибаться а все сказанное не является финансовым советом но если посмотреть на историю развития цены золота и сравнить с биткоином то неизбежно напрашиваются очевидные и явные параллели в любом случае время покажет и завершает наш сегодняшний выпуск бенджамин куэн где в последующие несколько минут очень кратко но не менее емко раскроет нам опишет и объяснит текущую ситуацию с волнами ходлеров что это такое и что это значит бенджамин расскажет нам прямо сейчас бен тебе слово всем привет очень рад снова быть с вами вместе и так волны ходлеров это интересная метрика для использования потому что она позволяет нам исследовать продают ли сейчас люди в рынок с точки зрения долгосрочных держателей или же они не продают либо если наступила такая активная безудержная спекуляция что в рынок начали поступать краткосрочные держатели поэтому когда мы с вами смотрим на график подобный этому то вначале может быть сложным определить где начало где конец и вообще с чего здесь начинать поэтому мы можем отсортировать данные по долгосрочным и краткосрочным держателям и так перед нами сейчас то как выглядят волны долгосрочных держателей и в данном примере мы определяем долгосрочных держателей как о которых bitcoin содержится в их кошельке по крайней мере 6 месяцев и вы заметите то что во времена мания фас во самых крупных вершин образующихся раз в несколько лет волны ход леров долгосрочных держателей начинают сокращаться и конечно же одной из причин этого является то что люди которые удерживали свой bitcoin значительный период времени начинают их продавать да вы можете заметить что во время предыдущих ралли когда долгосрочные держатели продавали свои биткоины в эти моменты времени вы можете также заметить что во время 2019 когда у нас было движение примерно 4x долгосрочные держатели продолжали удерживать даже в последующие 50 60 и даже 70 процентное падение я думаю что причина этого заключается в том что во многих случаях более долгие держатели не стремятся к тому чтобы продать до того пока bitcoin не достигнет новых вершин так и вот почему например в 2019 многие наблюдавшие эту вершину приходили уходили но немногие в это время продали свои биткоины потому что в этот момент времени исторический максимум мы не достигли но когда мы его достигли вы видите что более долгосрочные держатели биткоина в этот момент продавали основательно и что действительно завораживающе так то что если посмотреть на противоположность краткосрочных держателей то есть буквально те у кого bitcoin находится меньше чем шесть месяцев вы можете заметить что вершины образования так называемых короткосрочных держателей стремится к максимуму прямо рядом с вершиной биткоина то есть новая розница начинает заходить в рынок агрессивно что приводит к манияфазе после чего они довольно быстро расходятся в 2019 вы видите что не было сильного толчка вверх в данном показателе но вы видите что он был в 2021 когда мы пробили исторический максимум также вы видите что и в 2017 у нас образовался крупный сдвиг вверх после того как мы преодолели исторический максимум в общем вывод здесь можно сделать следующий манияфазы фомо и массового притока новой розницы мы пока не наблюдаем поэтому если апеллировать к историческим данным волн ходлеров bull run пока не наблюдается больше похоже на подготовительную фазу которая конечно же может затянуться и вот вы такие все это слушаете и вам начинает становиться грустно но не забывайте читать между строк если ракета еще не полетела в небо значит еще осталось время для покупки билетов не финансовый совет но я думаю вы меня поняли бен спасибо за вдохновение было действительно приятно с тобой пообщаться скорейшего здоровления и не пропадай а ты дорогой зритель если подпишешься на канал и нажмешь колокольчик и не будешь забывать писать ценные комментарии ставив лайки под видео уж точно никуда не пропадешь на этом у меня все желаю тебе отличного трейдинга замечательного настроения и до встречи в следующем выпуске до встречи в следующем выпуске